я очень рад приветствовать тех кто присоединился к нам сейчас прямом эфире дорогие друзья я хочу вместе с вами сегодня порассуждать на одну из важнейших тем которые есть в священном писании но к сожалению не так часто люди вообще к ней подходят а сейчас последнее время как будто бы шквал огромное количество различных сообщений на эту тему эта тема о последнем времени я назвал эту проповедь как не пропустить апокалипсис и текст из священного писания который хочу предложить вам записан книги притч 24 главе в пятом стихе здесь премудрый соломон говорит такие слова человек мудрый силен и человек разумный укрепляет силу свою дважды написано о силе и есть характеристика такого человека у которого есть эта сила и здесь написано он мудрый и он разумный мудрый имеет силу а разумный то есть он рассуждает рассуждающий он укрепляет силу свою и я хотел бы чтобы в это время мы с вами были теми людьми которые были бы мудрыми и были бы разумными имели бы силу и укрепляли эту силу я не знаю что думаете вы о ситуации на сегодняшний день с коронавирусом но по всей информации которую мы имеем доступной нам этот вирус все-таки идет на спад количество зараженных идет на спад у меня внутри есть чувствование что постепенно постепенно эта проблема сойдет на нет на сегодняшний день открываются некоторые европейские страны наша страна еще продолжает жить в таком же режиме как и раньше и будет постепенный выход из этого режима самоизоляции но я хочу сказать что некоторые из нас уже отключили эту тему мы уже побежали дальше мы уже ставим или строим новые планы цели и для нас уже эта тема это прошедшая тема немного приостановились чуть-чуть испугались ну все нормально и побежали дальше вы знаете друзья я хочу сказать что дух божий на мой взгляд продолжает стучать в сердце своей церкви он продолжает стучать в наши сердца в дверь которая которая внутри нас в наше мышление потому что судя потому что говорит иисус что сказал иисус то данный вирус или данная проблема это начало начало целого периода и сезона когда бедствия трудности будут снова возвращаться и скорее всего вторая волна которая придет она придет намного болезненнее и серьезнее и вот еще раз к этому тексту я хочу повернуть ваше внимание человек мудрый силен и человек разумный укрепляет силу свою хочу обратить ваше внимание на слово укрепляет я думаю что это время когда мы с вами должны быть разумными и укреплять свою силу конечно у нас нет нашей силы но мы можем понимать то время в которое мы живем понимать ситуацию обращаться к богу и он будет давать нам и разумение и мудрость и свою божественную поддержку и силу друзья хочу показать две крайности в этой проповеди и хочу показать тот путь которым я верю мы должны идти в теме последних времен знаете обращаясь к своим современникам иисус называл их лицемерами говоря различать лицо небо вы умеете а знамение времен не можете прошли тысячелетия но по сути ситуация сегодня точно такая же мы по-прежнему то что написано библии отцеживаем комара но старательно закрываем глаза на знамение времен пандемия охватившая планету заставила людей проявлять свое истинное состояние и если раньше многие откладывали на потом вот эти размышления о действительности а вот то что сказано в книге откровения может быть это то время когда это исполняется то сегодня именно тот момент когда они задумываются и это время задают вопросы о действительности что важно сейчас что является ключевым для меня в моей жизни друзья хочу сказать что одна группа христиан она пренебрегает всячески тем что вообще стоит каким-либо образом останавливаться беспокоиться об этом она просто игнорирует всякую тревогу говоря о том что это излишне вообще это ну это было в истории пандемии эпидемии точно так и в наши дни произошло другая группа христиан они слушают так много конспирологических теорий теории заговора о том что есть иллюминаты масоны джордж сорос билл гейтс число зверя 666 вот-вот сейчас нас вакцинируют а в этой вакцине будет чип мы не должны этому мы не должны этому поддаться я могу даже не заметить знаете где-то вот так вот идешь-идешь тебя температуру померили а это оказывается лазером тебе нанесли штрих и и штрих-код на лоб твой и все то есть лучше не выходить и они полны страха и наполняется им еще больше и этот панический страх который не от бога ну заставляет их изолироваться и быть в другом состоянии я хочу остановиться на первой группе которые не уделяют особо своего внимания чтобы различить если что-то если послание среди все этаotta и поддержки сбоку вообще бог в том что он послал тени не вот в этом вообще то что мы сидим дома где здесь благо вообще и Maintenенная вот этой вакцины глобализации всеобщей регирование мы подошли к нему или не подошли к нему есть и сбору здесь боя здесь кроется гиз Its Senhor где здесь Бого что я должен делать Я дам вам несколько текстов из Священного Писания для того, чтобы обратить ваше внимание, как бы закладывая сейчас фундамент, обратить ваше внимание на то, насколько важно нам прибегать к Библии, насколько важно нам читать Священное Писание и просить у Бога, чтобы Он открыл наш разум к разумению Его. Смотрите, Евангелие от Матфея, 16 глава, с 1 по 3 стихи. Оно, ну, чистое небо. Небо чистое, значит, завтра хорошая погода. А поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. И вот здесь внимание, Иисус говорит, лицемеры. Различать лицо неба вы умеете, а знамение времен не можете. Обращу ваше внимание, что к Нему подошли группа людей, знающих Писание. Это были фарисеи и книжники. И они просили, чтобы Он показал им какое-либо чудо. Они хотели удостовериться, что Он Мессия. Действительности, Тот, о Котором говорили пророки. А Иисус не сделал этого. Вместо этого Он их стал упрекать. И Он стал говорить, как же вы читаете Писание? Как же вы? Вы даже выходите вечером, смотрите на небо и знаете, какая погода будет завтра. А утром смотрите, что тучи налетели, и вы знаете, что будет дождь. Как же так? Вы определяете погоду. Это так естественно. Но вы не умеете различать знамения времен. Друзья, в Луки 12 главе, 54-56 стихи, Иисус говорит, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите, зной будет, и бывает так. И снова та же фраза, лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете. И вот здесь внимание. Вы скажите, пастор, а можем ли мы обратить это слово к себе? Ну, кто-то из вас скажет, ну я не лицемер, я просто не занимаюсь этой темой, там, какие времена, как и что, у меня куча других проблем. И я просто живу, исполняя свои обязанности, которые есть у меня. Но, живя, исполняя свои обязанности, мы можем пропустить одно из важнейших тем в Библии, которые непосредственно имеют отношение к твоей и моей жизни. Поэтому Иисус говорит, наблюдайте за временами, наблюдайте за пророчествами. Понять время, в которое мы живем, очень важно. Это точно так же, как понять погоду, которая на улице. У вас было такое, когда вы выходили, солнышко ясное. Особенно, когда я жил при Балтике, я каждый раз должен был, выходя из дома, не забыть взять зонтик. Потому что, при том, что ясная погода, вдруг в течение одного часа все резко меняется, и после обеда обычно дождь. И чуть ли не каждый день летом дождь, дождь. То есть, так все быстро меняется. Друзья, если серьезно говорить об этом, то вот как гром среди ясного неба, как дождь среди солнечной погоды, так некоторых из нас застает эта мысль о том, что, ребята, мы, оказывается, живем в последние времена. Ребята, оказывается, я не в первом веке живу, и не тогда, когда Иисус был первый раз. Я, оказывается, живу в тот сезон времени, когда Иисус еще раз вернется. Перед тем, как Иисус первый раз пришел, были от Бога посланы задания Иоанну Крестителю. Это задание было, чтобы приготовить путь для Иисуса. Сейчас, перед Его вторым пришествием, может ли быть так, что у Бога есть задание для своих детей, чтобы мы приготовили путь? Вы скажете, пастор, ты куда-то нас уводишь. Подождите, но это то, что сказано в Библии. Иисус упрекает знающих закон, что они не могут отличить времена и знамения времен. Друзья, я хочу сказать, что есть еще и определенные сезоны. Есть времена, а есть еще и сезоны. Например, есть весна, лето, осень, зима. Весной мы все знаем, что нужно садить. И если ты не посадил весной, то приходишь осенью на свое поле, а там собирать-то нечего. Ты скажешь, я сейчас наверстаю, я быстро все посажу. Не посадишь. А если и посадишь, то ты не вырастешь. Сезон сменился. Друзья, сезоны в нашей жизни меняются. Не забуду никогда, как мой духовный отец однажды сказал мне, я не осознавал, насколько Бог своей суверенной власти может быстро менять сезоны жизни. Он жил в одной стране, был пастырем церкви. И Бог пришел к нему и сказал ему, приедь в Россию, в Сибирь. У меня есть дело для тебя там. И я даю тебе задание там. Он передал церковь другому человеку. Продал свой дом, продал все имущество. Сложил все в несколько контейнеров. И приехал сюда, в Сибирь. Прямо с солнечной Флориды. Прямо в Сибирь. И здесь он купил квартиру. Взял автомобиль, который привез в контейнере. Все вот эти трансформаторы из 110 на 220 или 220 на 110. Он не знал, как здесь люди живут. Но где-то вычитал, что здесь 220 вольт. То есть он думал, что он будет жить здесь до конца дней жизни. Взял свою жену. И в какой-то момент Господь взял и поменял его сезон. Сказал, ты выполнил. Возвращайся. Есть еще одно задание. И он сказал мне, знаешь, Бог вправе менять очень быстро сезон. В твоей жизни и в жизни каждого из нас. Друзья, я хочу сказать об одном моменте, который в Писании таким печальным выглядит. И он в действительности является таковым. И это урок для многих из нас. Помните, Иисус приближается к Иерусалиму. Он спускается с Елеонской горы. И он смотрит на храмовую гору. На это величественное сооружение. И останавливается в кругу учеников. И произносит слова, которые записали ученики. И они дошли до наших дней. Он стоит, смотрит. Слезы выступают на его глазах. На город, который просто живет своей жизнью. И говорит, ой, Иерусалим, Иерусалим. Ты хотя бы в этот день узнал, что служит к миру твоему. Но это сокрыто ныне от глаз твоих. И произносит пророчество, что будет очень скоро. Что придут дни, когда враги твои обложат тебя окопами. Окружат тебя, стеснят тебя отовсюду. Разорят тебя, побьют детей твоих. Не оставят тебе камня на камне. За то, что ты не узнал времени посещения твоего. Обратите ваше внимание на эту мысль. А за что? За что? Что я не так сделал? Я просто трудился. Я жил обычной жизнью. А вот за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Я хочу сказать, нам так важно знать знамение времен. Потому что и с нами что-то может произойти. Мы, просто игнорируя это, можем в действительности пропустить одно из важнейших событий, которое вот-вот может произойти. А к этому еще идут какие-то другие события, предшествуют. Мы просто можем не видеть это. Интересно, что, знаете, есть у Бога открытые двери. Я помню, когда я был еще подростком, однажды было пророческое слово ко мне. И это слово было такого плана. Я поставлю перед тобой открытую дверь. И когда ты увидишь возможность, иди. Я открыл перед тобой дверь. И я понимал тогда, что эта дверь будет открыта в какой-то определенный промежуток времени. Вы знаете, я потом увидел это в Библии. Помните, евреи идут в обетованную землю. Они пришли в одно место. И идет 12 разведчиков для того, чтобы выведать землю там. Они возвращаются, 10 из них говорят, ой, там такие большие великаны, трехметровые люди живут. Они там такие, мы перед ними как кузнечики. И они распространяют худую молву. И только двое из них, они говорят, нет, мы туда зайдем. Мы овладеем, потому что Бог сказал, потому что Бог с нами, потому что Бог вывел нас. У них был написан иной дух. А 10 из них, они настолько просто всех заразили этим негативом, этим страхом, этим состоянием просто тревоги. И Бог сказал, все, вы могли войти через две недели быть там, но теперь 40 лет будете путешествовать. 40 лет я закрываю эту дверь. Читайте, что было дальше. Некоторые из них сказали, да нет, мы пойдем, да как это, да нет, да мы войдем, да вот здесь. Моисей говорит, не ходите, Бог закрыл эту дверь. Не ходите туда. Все, возможность потеряна. Не ходите, все, впереди 40 лет. И только тогда, через 40 лет, Бог откроет еще раз дверь. Возможность откроется. Они пошли, и они погибли. Все те, которые пошли, они погибли. Друзья, я хочу сказать, что Бог открывает перед нами дверь. И когда эта дверь открыта, самое последнее, что я хотел бы обнаружить, и от чего я убегаю и боюсь, это осознать, что я все пропустил, что я не понял, что я не понял время, в которое я живу, что я не понял знамения времен, и что слово лицемерие теперь Иисус может отнестись смело ко мне, что ты лицемер, ты занимался тем, тем, тем по привычке своей, а вот время, в которое ты живешь, ты даже не различил и не понял. Я хочу призвать вас, драгоценные, чтобы вы вникали и изучали тему последние времена. Еще одну мысль хочу заложить в основании. Для нас очень важно понимать, что Священное Писание состоит из закона и пророков. Матфея 5, глава 17 стих. Иисус говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Помните, в Евангелии от Луки, в 16 главе, Иисус рассказывает историю о том, как был богач, который умер и который оказался в аду, и был Лазарь, бедный человек, который валялся там у входа дома его, и он был в другом месте. И когда между ними был диалог, Иисус рассказывает об этом, и там богач просит, чтобы Лазарь пришел к нему и хоть каким-то образом облегчил эти страдания, и он просит, чтобы этот Лазарь пошел к братьям его, которые еще живы, и рассказал об этом, на это Иисус отвечает. Он говорит, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. На самом деле, там сказано, Абрам сказал ему, у них есть Моисей и пророки. Смотрите, в устах Иисуса есть закон, есть Моисей и есть пророки. Закон и пророки. То есть Бог в отдельную категорию выделяет пророков. И в Библии есть закон, и в Библии есть пророки. Если Бог, который является автором Библии, поместил здесь много пророков, пророческих книг, значит, Он хотел, чтобы мы понимали пророчество и верили им. И в Писании есть много текстов, которые говорят о роли пророчества. Я несколько мыслей хочу сказать по этому поводу. Помните, была история в Старом Завете, когда Иосафат, будучи окруженный врагами, объявил пост, молился. И тогда было слово к Нему, и там было сказано, «Послушайте меня, Иудеи и жители Иерусалима», говорил человек от имени Бога, 2-я книга Параллипоминон, 2-я глава, 20-й стих, «Верьте Господу Богу вашему, и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». Хочу сказать, что пророческое слово – это слово, которое открывает будущее. Но в пророчестве, когда вы читаете книгу пророка Исаии, Еремии, Иезекииля, или других малых пророков, или в Новом Завете есть пророческая книга «Откровение», в пророчестве есть такой момент, как то, что называется «Пророческий телескоп». Что это означает? Вы были когда-нибудь на вершине горы? Вот вы поднимаетесь, когда вы уже наверху, вы смотрите, и вы видите следующую гору, ту гору. Удивительная панорама перед вашим взором, и вам кажется, как здорово туда бы. Но мы не видим дорогу и путь с горы вниз, и насколько глубока бывает долина, и насколько она большая. Мы видим только вершины следующих гор, и не осознаем дистанцию между одной и другой вершиной. Так часто было, что пророки, они смотрят, как будто в телескоп, они видят какие-то события, они пишут о них, пишут даже через запятую, но при этом они даже не осознают, какой огромный промежуток времени может быть между одним событием и другим. Например, у пророка Исаии там сказано, что младенец родился нам в девятой главе. Сын дан нам владычество на раменах его, и нарекут ему имя, чудный, советник, бог крепкий, князь мира. Мы даже не осознаем. Сын дан нам, младенец, то есть это событие, предсказанное пророком Исаии за 700 лет до рождения Иисуса. Но потом, в конце, через запятую, здесь слова, описывающие царствование Иисуса. Он князь мира, он правит всем миром, и это еще не исполнилось. И между рождением Иисуса, и тем, когда это исполнится, пройдет по меньшей мере две тысячи лет, вот эта долина, вот этот временный промежуток, Исаия его не видит просто. Он просто описывает его, каким он видит его. Тут он видит его младенцем, тут он видит его правящим и управляющим. И нам нужно иметь откровение от Бога и понимание, когда мы подходим к пророческим книгам, для того, чтобы мы могли правильно и в действительности объективно понимать и толковать пророческие книги. Друзья, я хочу сказать, что роль пророчества очень важна. Я дам несколько мыслей по этому поводу. Прежде всего, слово от Бога, которое записано здесь в Священном Писании, оно дает нам основание для нашей веры. Представьте себе, если бы евреи не знали, что они будут 70 лет в Вавилоне, как трудно было бы им жить, но они знали, что есть начало и конец, всего 70 лет. Через 70 лет они выйдут оттуда. Итак, оно дает нам основание для нашей веры. Оно дает нам уверенность в Боге и в сегодняшнем дне. Слово пророческое приносит нам мир. Слово пророческое помогает нам справиться с различными трудностями в жизни. Слово пророческое помогает высвободить призвание, которое есть у нас и бороться за это призвание. Помните, апостол Павел говорит Тимофею об этом, чтобы он сражался согласно тому пророчеству, которое было о нем. Друзья, потому что в пророческом слове есть воля Божия, которое он намерен исполнить. Я хочу вместе с вами посмотреть на книгу Откровения и дать вам кратенько несколько мыслей, потому что мы говорили сейчас о пророческих книгах, а в Новом Завете это книга Откровения. Книга Откровения была написана 2000 лет тому назад. Эта книга была самая читаемая книга во всей истории Церкви. И в этой книге 403 стиха, 12 из них говорят о гонениях и страдании Церкви. И это всего 3 процента. Поэтому, когда вы слышите, что книга Откровения, она такая тяжелая, она такая грузящая, там, 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 там столько мучений, там все так плохо, там, там и трубы, там и чаши, там и печати, там и эти всадники все, и там, и там кровь, и там кусают языки, и там, ой, это книга, где Бог просто судит всех нас и все. Я хочу сказать, что главная тема этой книги возвращение Господа Иисуса Христа, второе его пришествие, Божий суд над империей Антихриста и конец нынешнего века и установление Божьего Царства на земле. Друзья, вы скажете, я не понимаю, я не понимаю, я знаю, что когда-то все закончится, но Писание не говорит о том, что земля наша временна. Библия говорит, земля, все дела на ней сгорят, но есть огромное количество текстов из Священного Писания, которые говорят о том, что земля, Бог создал ее вечной. Это означает, что она будет обновлена, дела сгорят. Те, которые делали на этой земле, но и будет конец определенного века, но земля, она создана Богом и она будет обновлена. Посмотрите, книга Откровения, она написана была не для тех людей, кто закончил теологическую семинарию, потому что семинарии появились относительно недавно, но большинство людей на протяжении человеческой истории были необразованными, и все же Бог хотел, чтобы они читали эту книгу и имели базовые, основные понимания того, о чем Бог говорит. Я еще раз хочу сказать, что книга Откровения наиболее ярко показывает славу Иисуса, единственного того, кто является полностью Богом и полностью человеком. Друзья, теперь хочу вместе с вами прыгнуть в 13 главу, одну из самых, наверное, спорных глав в книге Откровения, 13 глава, некоторые из вас не любят число 13, а если еще оно в пятницу, то вообще вы говорите, нужно сидеть дома, наверное, некоторые, я помню, я с одним братом однажды был в ГАИ, и мы получали номера автомобильные, и он говорит, пастор, а если тебе номер попадет 666, что ты сделаешь? то есть мы не любим три шестерки, но я хочу вместе с вами прочесть, чтобы показать то, что вижу я здесь, просто читая книгу Откровения. Я понимаю, что есть немало людей сегодня, которые слушают много информации, и которые на самом деле уже внутри испуганы и боятся. боятся, потому что ну на самом деле вдруг мы даже не осознаем, как нам вот здесь вот где-то введут этот чип, или вдруг там я окажусь человеком, который ну вот буду иметь это начертание зверя. Друзья, не стоит переживать за то, за что не нужно переживать, и не стоит жить в каком-то ожидании какого-то страха. То есть не стоит охать, ахать, потому что на самом деле если вы внимательно читаете, то вы увидите здесь несколько моментов, которые я хочу, чтобы мы вместе с вами увидели. Давайте я буду вот идти просто по тексту и описывать, как я вижу это. Откройте вместе со мной Откровение 13 главу. И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять и один, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него как у медведя, и пасть у него как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. Вот стоите вы в ясный солнечный день на берегу на песочке светлом перед вами океан или море и прямо вот как знаете в каком-то там не знаю фильме, мультфильме, фантази какая-то, да, оттуда выходит из моря зверь. И он вдруг описывает его, какой он, да, он говорит у него семь голов, ну как Змея Горыныча, у Змея Горыныча внутри головы было, да, семь голов у него, а на рогах его семь диадим, то есть звезд таких, и на головах его имена, богохульные имена. Он потом наводит резкость поближе на этого зверя и описывает, что ноги его как у медведя пасть, ну видимо еще одна какая-то пасть есть, либо на каждой голове пасть есть, не знаю, пасть как у льва и дракон, кто такой дракон вообще, что, что здесь, что здесь означает дракон, 12 глава откровения, когда вы будете читать, вы увидите, что дракон это дьявол, это сам сатана, сатана, дьявол, да, он дает ему силу и престол и великую власть, вот здесь внимание, оказывается, вот это чудовище, которое описано, то есть, ну это не то, что он прямо вот в таком виде чудовищном, это человек, но в этом образе описан его характер, его суть, его действия и его поступки, и это человек, человек, который будет против Иисуса, отсюда слово антихрист, антихрист будет человеком, и антихрист будет как бы брать внимание или стараться взять внимание у людей, повторяя или копируя Бога, поэтому существует у Бога Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух, существует у дьявола, дьявол, дракон, потом зверь, который вышел из моря, который мы только что только что и с вами увидели, и если будем ниже читать, то мы увидим, что еще один зверь здесь есть, который вышел из земли, и это лжепророк, дьявол, антихрист и лжепророк, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, дьявол копирует это, и здесь мы видим, что у него есть власть, престол и великая власть, и видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, то есть, другими словами, и сразу же после этого написано, «И дивилась вся земля», дивилась, то есть, увидела и просто, ну, приняла это к сведению так, что они просто изменились, «И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». зверю». То есть, вдруг этот антихрист, у него рана какая-то, помните, у Иисуса тоже есть раны, и после этого мы читаем впервые, это слово появляется здесь, что «и поклонились дракону, который дал власть зверю». Хочу сказать вам, что следующие тексты 13 главы, 14 главы, и дальше вы насчитаете семь раз слово «поклонились». Семь раз вдруг вся земля удивляется, скорее всего, через эту рану, которая у человека вот есть или была у этого антихриста, он привлекает внимание всех и потом идет дальше мысль «поклонились зверю», 8 стих, «поклонятся ему все живущие на земле». 12 значит, 12 стих «поклонятся первому зверю», «поклонятся образу зверя» и так далее. Семь раз написано «поклонились». Я хочу сказать вам, что в этой главе, нет времени читать дальше, прочтите, может быть, мы в следующий раз продолжим это. В этой главе, здесь в конце главы идет речь о начертании зверя, и там появляется число 666, которое число человеческое, но 8 стих дает нам еще очень важный момент, «и поклонятся ему все живущие на земле, запятая, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Я переворачиваю один лист и в 17 главе Откровения в 8 стихе читаю такие же слова. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель, и удивятся те живущие на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира». И вот две мысли, которые я хочу сказать. Первый из них, не бойтесь того, что вдруг вам введут чип, вдруг вы окажетесь в системе. Не бойтесь этого. Это не может произойти вдруг, потому что семь раз сказано «поклонились, поклонились, поклонились». Помните, как-то немного раньше, несколько месяцев тому назад, мы с вами рассматривали, что такое поклонение. Поклонение – это выраженная любовь. Поклонение – это добровольный акт моей воли. Вы не можете заставить меня поклоняться. Вы можете силою это сделать, но если внутри меня нет этого, я не буду поклоняться. Я не буду это делать. То есть поклонение, которое принимается, которое настоящее, это добровольный акт воли. Так вот, здесь живущие на земле добровольно поклоняются зверю. Вторая мысль здесь, которую я хочу оставить всем нам, написана «Кроме тех, имена которых записаны в книге жизни, закланного от создания мира». И это вторая мысль, которая очень важна как основание для всех нас, чтобы мы не боялись. Я знаю, что я спасен, я знаю, что мое имя в книге жизни. Ты скажешь, пастор, а как я могу знать? Точно так же, как и я, потому что написано, есть много текстов о том, что когда ты принимаешь Иисуса Христа как своего спасителя, то ты рождаешься свыше. И Дух Божий, который внутри тебя, свидетельствует Духу твоему, что ты Божие дитя. У тебя есть это свидетельство? Ты имеешь внутри себя мир, ты имеешь внутри себя уверенность. Знаешь ли ты, что Иисус внутри тебя? Если ты имеешь эту уверенность, с Ефесянам первая глава, друзья, там сказано, что Бог избрал нас еще прежде создания мира и там чуть дальше написано о том, что Он запечатлил нас, то есть Он поставил печать. А Павел говорит Тимофею, что Бог познал своих и там сказано, что Он запечатлил их, Он поставил печать, то есть печать не зверя, а печать Божия уже есть на мне, есть на тебе. То есть мы с тобой запечатлены обетованным Святым Духом, который мы получили, когда мы приняли Иисуса, мы Его, апостол Павел говорит в послании Коринфянам, что когда будет воскресение, то Иисус воскрес вообще-то первый, первенец Христос, а потом, и вот здесь внимание, Он говорит Христовы в пришествии Его. Я помню тот день, когда я получил откровение, я ходил и говорил, я Христов, я Христов, я знаю, что я принадлежу Ему, и я Его, следовательно, если я Его, и на мне печать Святого Духа, и мое имя записано в книге жизни, и я поклоняюсь Господу, я не буду никогда в числе тех, кто вдруг окажется там, среди той системы Антихриста. И я хотел бы, друзья, чтобы мы с вами закончили сегодня вот мои размышления посланием Крымлянам восьмой главе. Там в самом конце апостол Павел говорит о том, что нет никакой силы, которая могла бы отлучить нас от любви Божьей, ибо я уверен, вот что он говорит, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас. От любви Божьей во Христе Иисусе нет никакой силы. И так, есть одна группа людей, которая пренебрегает знамениями времен, есть другая, которая боится. А вдруг, вы вдруг, я хочу сказать, что наша уверенность в нашем Господе. 22-й псалом. Господь, пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на значных пажетях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою. Слышишь, подкрепляет твою душу в это время беспокойно. Господь держит тебя в своей руке, и никто не похитит тебя из своей руки. Он говорит, не бойся, ибо я с тобой. И книга Откровения показывает триумф Господа нашего и суд над системой Антихриста. «Но гнев его не на своих детей. Он любит, благословляет и держит тебя». Отец, я молюсь, чтобы ты укоренил нас в твоей любви, чтобы мы, зная, что мы твои, что мы христовы, были свободны от всякого страха, были свободны, зная, что мы тебе поклоняемся. Наша любовь выражена только тебе. Наше сердце направлено к тебе. Наши мысли к тебе. Господи, мы любим тебя. Наши имена в книге жизни. И мы не поклонимся зверю, потому что мы поклоняемся тебе. И мы не примем печати на себя, потому что на нас уже есть печать Святого Духа. Мы запечатлены обетованным Святым Духом. И мы благодарны тебе за это. Боже, освободи каждого человека, кто беспокоится, кто в тревоге и в страхе. И также дай нам, Господь, чтобы мы не пропустили то время, когда ты что-то делаешь в мире. Дай нам различать знамения времен. Я прошу тебя во имя Иисуса Христа. Аминь и аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова